Энергия Каким выдался первый летний месяц для энергетиков, расскажу в ближайшие 10 минут в программе «Энергия». Здравствуйте! Негласное, но широко распространенное правило. Если и отдавать деньги, то завтра для героев нашего первого сюжета не совсем уместно. Иначе предприятия и организации, представители которых собрались на Неренгринской станции 9 июня, просто не были бы признаны самыми добросовестными потребителями теплоэнергии. Ведь одно из условий всероссийского конкурса «Золотая опора» – своевременная и полная оплата предоставленных энергетиками услуг. Для злостных уклонистов применяется хорошо известное воспитательное средство под названием «Кнут». Теплосбыт Неренгринской ГРЭС совместно с судебными приставами располагает большим арсеналом мировоздействия на таких граждан. Ответственные же клиенты регулярно поощряются пряниками. Физические лица по итогам лотерей и розыгрышей призов в течение года. А юридические – в рамках вот такого конкурса по окончании топительного сезона. На Н-ГРЭС «Золотую опору» вручили в пятый раз. Кстати, сам приз – это, во-первых, почетный диплом, подписанный генеральным директором ДГК Михаилом Шукайловым. А во-вторых, статуэтка – не миниатюрная «Золотая лэп», как можно было бы предположить, исходя из названия, а код, дремлющий на батарее. Нынче на него претендовали более ста клиентов, зарекомендовавших себя с лучшей стороны. А получили только двое. Среди промышленных предприятий победу одержало общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирские магистральные нефтепроводы» генеральный директор Виктор Бронников. А в бюджетной сфере лучшим стал Нерюнгринский музей истории Южной Якутии имени Пьянкова – директор Сергей Воробьев. Просто дипломы получили представители малого бизнеса – телекомпании «Интеграл» и киноцентр. В номинации «Из трех слов на три буквы» – ТСЖ, ЖСК, ГСК – дипломантом стал ГЭК Горняк-1, председатель Владимир Бутенко. Алексей Старцев, поздравив победителей конкурса, еще раз разъяснил суть его названия. Предприятия, добросовестно исполняющие свои договорные обязательства, и есть самая настоящая золотая опора для энергетиков региона, ибо позволяет им качественно выполнять свою работу по энергоснабжению, а не тратить время на выбивание долгов. Начало лета принесло энергетикам сразу две крупные победы во всероссийских конкурсах. Пенсионный фонд назвал Нерюнгринскую ГРЭС лучшим страхователем по итогам 2010 года. Кроме того, давняя благотворительная деятельность компании также не осталась незамеченной. Социальный проект «Наши дети» стал первым среди нескольких сотен подобных программ со всей России и получил премию «Благое дело». Секрет успеха, пожалуй, заключается в том, что благотворительность энергетиков – не разовая акция, а планомерная, системная, а главное – многолетняя работа. Только из средств, созданного на станции фонда «Доброта», за прошлый год на детский спорт было потрачено более трех миллионов рублей. Все знают, что Нерюнгринская ГРЭС долгие годы занимается детьми, занимается как детьми садиков, школы, институтов. Самая большая наша программа – это, конечно, детский хоккей и мальчишки, и девчонки. Здесь мы исторически занимаем первые места, как по городу, по Дальнему Востоку. У нас есть успехи по России. Совсем недавно в Уссурийске проходили соревнования по хоккею с шайбой среди пацанов 2002 года. Наша команда «Энергия» 2002 из шести команд – это Читар, Хабаровск, Уссурийск – заняла первое место. Равных нашим пацанам там не нашлось. Поздравляю и Вышеславца Михаила Михайловича с этой победой, а главное – мальчишек. В дальнейшем мы, конечно, будем развивать, чтобы привлечь как можно больше ребятишек, посмотреть какие-то другие направления, может быть, там фигурное катание. Но то, что не будем стоять на месте или тем более прекращать – это однозначно. Хоккей – это зима. Но сегодня у нас на дворе лета, и с 20 июня у нас на водохранилище «Энергийской Агресс» открылся традиционно летний лагерь «Парус». Желающих посещать этот лагерь очень много. Приоритеты по приему, конечно, для детей, работников «Энергийской Агресс». И наша квота, установленная 25, оказалась очень маленькая. Мы вместе с Дальневосточной керевщикой компанией изыскали средства, чтобы все-таки 35 девчонок и мальчишек могли отдыхать и заниматься парусным спортом. Ну и эти же мальчишки и девчонки будут обязательно участвовать в нашем уже городском, традиционном празднике – День Нептуна. Мы планируем его провести в третьей декаде июля. Это будет зависеть только от погоды. Как будет хорошая погода, обязательно сделаем День Нептуна. Всех приглашаем горожан. Будет, как всегда, очень весело и очень ярко. Энергетики отличились и на спортивных площадках города. В личном первенстве по легкой атлетике все девять спортсменов, представлявших Нерюнгринскую «Эгресс», поднялись на ту или иную ступеньку пьедестала почета. Прямо сейчас еще одно спортивное событие, ориентированное не на профессиональных атлетов, а на обычные семьи с двумя детьми. Семейные состязания «Папа, мама, я плюс я» по задумке отдела по молодежной политике районной администрации прошли на спорткомплексе «Горняк». В связи с чем можно предположить, что мероприятие это замышлялось более масштабным, нежели получилось. А получилось так, что команд со всего города и поселков набралось только шесть. Болельщики, количество которых не превышало число участников на поле, сбились в небольшую группу на трибуне. В общем, соревнования, очевидно, должны были получиться камерными и даже домашними, если бы не надрывно орущие динамики. А вот семьи постарались от души, и зрителей порадовали, и сами получили удовольствие от веселых конкурсов и эстафет. Нерюнгринская ГРЭС была представлена яркой семьей Носкович. Кстати, ее лучшая половина, а точнее четвертинка, сотрудник электроцеха и просто мама двоих сыновей, Елена в этот день была именинница. Поэтому праздничного настроения энергетикам ничто не могло испортить. Даже четвертое место в турнирной таблице и цветы вместо кубка. В заключительной части программы самое красочное событие прошедшего месяца. Рассказывать о нем в подробностях смысла не вижу. Но если вкратце, то 12 июня сразу несколько праздников в одном позволили всем пожелавшим выпить. За Якутский Новый год кумысу, конечно, но за День России чего-нибудь покрепче, например, квасу. Это была программа «Энергия», всех зрителей которой я и поздравляю с наступающим Днем молодежи. Будьте молоды не только в душе. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok День России День России День России День России День России Корректор А.Кулакова